Меня зовут Ирина, и я рада всех видеть на канале Семь Дач. Сегодня я буду рассаживать хризантемы. Рассаживать хризантемы я буду путем деления куста. Отцвели уж давно хризантемы в саду, и после того, как отцвели хризантемы, их стоит рассаживать. Делать это надо один раз в три года. Я это делаю в зимнее время, потому что я живу в Крыму, в Севастополе. А в других регионах это работы или поздней осени, когда отцвели хризантемы, или это можно делать рано весной, когда появились молодые побеги от корня хризантемы. Происхождение хризантемы то ли из Китая, то ли из Японии специалисты спорят, но этот цветок украшает осенью наши сады. И, пожалуй, я не ошибусь, если скажу, что практически в каждом саду обязательно есть хризантема. Украшают хризантемы сад и не только осенью, но и в течение всего летнего периода эта зелень украшает наш сад. У меня хризантемы растут вдоль тропинки, вдоль забора. И это такое ограждение зеленое в течение всего лета. Вот здесь, вдоль забора, плотной стеной у меня и цвели хризантемы. Сейчас, конечно, хризантемы, основные кусты засохли, или я их срезала на букеты. А вот есть много молодых побегов, которые я и буду рассаживать. Этот старый куст хризантемы я и буду рассаживать путем деления куста. Куст очень хорошо вынулся из грунта. Грунт здесь, на удивление, мягкий. И я попробую просто руками поделить куст, отделить молодые побеги. Но руками, конечно, не получается разделить весь куст. Для этого я буду это делать секатором. Аккуратно отделяю молодые побеги, убираю старые веточки и отрезаю старые корни. Не нужно столько много корней, и вот эти вот старые веточки тоже нужно отрезать. Следующий куст. Убираю старые наземную часть, старые ветки, и делю корень так, чтобы хорошо отделялись молодые побеги. Вот они отделяются просто руками. Там, где они отделяются руками, и есть старый корень, Нужно помочь секатором, и отделить молодой побег, А старый корень твердый убрать. Он нам больше не нужен. Также нужно подрезать и старые корни в длину. Не нужны такие длинные корни. Готовлю место для посадки новых хризантем вдоль забора. У меня получилось много посадочного материала, много черенков, И я их буду сажать плотно, на расстоянии 5 см. Ну, во-первых, я сажаю зимой, и вероятность того, что будет холодно, И какие-то мои растения могут погибнуть. А еще я хочу, чтобы вдоль забора у меня была зеленая изгородь из хризантем, Которая, во-первых, будет хорошо украшать мой участок в течение лета, И прекрасно цвести осенью. Почва влажная, и я не делаю полив при посадке. Вот так выглядит моя новая грядка хризантем вдоль забора. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал 7дач, Задавайте вопросы. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok